В центре Первоуральска на проспекте Ильича обитатели старенькой пятиэтажки с номером 3 корпус 2 никак не могут покончить с дерьмовыми водами в подвале, со зловонием и прочими коммунальными бедами. Но о них чуть позже. Одна из жилищек дома, женщина по имени Гульшат, за прошлую неделю дважды переобувалась в резиновые сапоги и, подсвечивая себе путь фонариком мобилы, пыталась отыскать источник подвальной сырости и тошнотворных запахов. Во время первой экскурсии по подземелью, заваленному грязью и строительным мусором, женщина слышала шумное журчание в подвале, но заходить в коммунальное болото так и не решилась. Неделю спустя Гульшат побродила по дерьмовым водам почти по колено, утопила в зловонной тине резиновые перчатки и в итоге отыскала ту самую канализационную трубу, из которой нечистоты сливаются прямо в подвал. Посмотрите, какая струя фигарит. Обалдеть. Ужас. Жильцы дома утверждают, что уже обошли все мыслимые инстанции, но результат нулевой. Дескать, в ответ они получают одни отписки. Судя по сообщениям первоуральской прессы, чиновники знают о проблемах этого дома. Более того, Госжилстройнадзор в ходе недавней ревизии обнаружил не только дурно пахнущее болото в подвале. В подъездах хрущевки сломаны двери и окна. Со стен фасада отваливается штукатурка, отмосты разрушены, а в крыше ни одна дырень, через которую на чердак залетают голуби. И вообще этот дом остался без управляшки. Прежняя УК губерния обанкротилась. А за проблемным домом тянется внушительный должок за капремонт. Одним словом, пока в хрущевке на Ильича царит полнейшая безнадега.